Так, ну что, возвращаемся, друзья. Вроде как DUST нам показывают, а это значит, что DUST даст нам скорый старт. Но, по идее, фристайм пошел, отчет старта первого раунда тоже. Сейчас посмотрим, что тут с новым патчем. По идее, это мы сможем понять только, когда во втором раунде увидим Галилы Фамасы. Но, судя по скинам, опять же, новым, видимо, все к тому идет, что игра будет интересной. Поехали, друзья. Карта DUST 2, выбор коллектива BIG. Вторая Мираж, третий Инферно, если дойдем. У нас типичная попытка выхода и вскрытия обороны на базе B, но здесь наглухо. Наглухо закрыто, и Глок не достигает цели. Попытка перестреляться на дальнюю дистанцию, опять же, не приносит видимого результата. Но стяжка сил сработала. Ксантарес пришел посмотреть с меда, что происходит на точке B. Получил хедшот от Келлекса, и турки открывают очной дуэлью у нас DUST 2. Ну и обратите внимание, что Виндига решили играть здесь очень непросто для своих соперников. Номер 7 уже, это господин HS. Пытается, пытается прокраситься, но вовремя Тапсон сориентировался. Вот это затишье все-таки дало понимание B.I.G., что не все так просто в этом раунде будет. Миграция сил с базы B на точку A была своевременной, и примерно те же самые проблемы сейчас у Виндига бывших, что и на базе B. Проходить как-то нужно, а вот как это сделать, здесь, опять же, не до конца понятно. Очередной выпад от Тапсона заканчивается для него фиаско. Гремит Смуя с шарта, тиммейт под смоком. Ждет информация о тиммейт, когда же все-таки врываться на подъем. Ага, решили делать подсадку на бомбу. Решение, конечно, нормальное, но все это дело ожидается, и Виндига начинают сжечь. Ну и вот единственное, кого потеряли, это как раз-таки HS, который проверил обстановку на точка. И дал полное понимание того, что B.I.G. не успевают стягиваться здесь вовремя, да, и по таймингу, и приостановить весь этот врыв. Ну а, в общем, когда уже вы на пистолетке пропускаете основное звено там из троих-четырых человек, а прошло трое, я напомню, один остался, по-моему, на машине, основное звено атаки на подъем, то на этом, в общем, можно считать, пиши пропало. Пистолетки выбивать такое достаточно сложно, ну и Виндига справились. Ну и вот то, о чем я говорю. То есть вот B.I.G. нам предлагал изначально коэффициенты интересные. Коэффициенты там, по-моему, 4.70 были на Виндига, и, ну, вот увидите. Игра простой для B.I.G. 100% не будет, это ЕЦЦ. Ну а пока у нас второй раунд, Галилы большей частью появляются, причем, кстати, решили B.I.G. Ну, те, что бы решили, здесь и выбора особого не было. То есть если бы пистолетка как-то заканчивалась типа один в один, то, возможно, пара-тройка фамосов все-таки на руках бы появилась. Ну а так, как бы обычный, типичный, стандартный, дефолтный второй раунд от B.I.G. мы увидели. Ну и в третьем как бы тоже немцам особо ничего не светит. Немцам, британцу и турку. Да, ну, по идее, друзья, получается вот у нас, я так смотрю по ХЛТВ, по официальным матчам, это первая официальная встреча на новом патче, если так оно и есть. Ну а так оно и есть. Сейчас на вкус будет пробоваться экономика. Не знаю, как вы, я немного попробовал, как бы, конечно, с поставленной бомбой близкие проигранные пистолетки атаки вообще как, фу, слону дробина, то есть по барабану можно закупаться смело Галилами во втором, но здесь у нас немного не так все закончилось, поэтому, как бы, провести эксперимент нового патча, да, во втором раунде командам не удалось. То есть пистолетка близко не была, и B.I.G. опять же, то ли по старой памяти, то ли пока не распробовали, но решили сыграть достаточно дефолтно, и первый девайсный раунд мы уже увидим на четвертом аж, то есть форс действия не возымел, раунд с дефолтными пистолетами вообще в никуда. И, ну вот, теперь уже будем смотреть обычные. Кстати, Галилов осталось сразу два у Дракена и Хаджи. Но это забавно, я не знаю, я вот и до нового патча как бы с Фамасом гонял, он мне нравился, да, сейчас он намного более приятным стал, но вот Галил как бы как не нравился, так и не нравится. Но посмотрим, то есть здесь в очных дуэлях, опять же, какую-то статистику можно будет подбивать. То есть будут вариации там близких контактов, да, там с эмочками, или против эмочек, или все-таки преимущество серьезного эмочек будет, ну, будем видеть. Но то, что они уже есть, это... Это уже факт. Так, ну и супер дефолт с проверкой изначальной шарта решили сыграть Виндиго. Оставили там номер 7 от АИЧС, так эстонец там и будет стоять. И, в принципе, вся эта комбинация 4 лонг с оставшимися немногочисленными, на самом-то деле, вернатами. Проверка на снайпера. С Вуя эту самую проверку не проходит, но по итогу тиммейт... Ну вот опять же, то есть один минус здесь, и понимают, что шорт в любом случае в какой-то момент времени обязан выходить. То есть обычно разыгрывается наоборот 4 плюс 1. Одного видели, перестреляли, второй разменял, а это значит, что немного в смятение ВИГИ сейчас попадает. Перетяжка с базы Б торопится, но Тизиону бежать достаточно долго, и точку А уже здесь в любом случае не спасти. То есть если какого-то быстрого первого минуса сейчас на моменте поставленной бомбы на проскоке или после момента постановки бомбы не будет, то на этом как бы уже будет в пору задуматься, наверное, о сейве. Но сейчас как бы мало того минусы, так еще и... Ну, молик! Можно пройти чуточку поближе. Нэкс с тиммейтом. По-моему, здесь на этом все. Нэкс, кстати, не суперочевидные два фрага делает, то есть совались на него уже чисто для того, чтобы сделать этот последний фраг и закончить на этом раунд. Только на этом моменте он ставит свои два хедшота и добавляет себе два фрага в статистику, ну а в остальном как бы бесшансовая концовочка для бегов, так еще и денег не сохранили. Типичный, типичный ECC. ЕЦ. Но как бы это только, опять же, начало. Так, FAMAS галил ап-0 или понятки? Ап-0, ап-0. То есть изменили немного спрей и убрали стоимость. Теперь 2,50 FAMAS и 1,8 GALIL стоят. То есть атаки, опять же, полный карт-бланш и еще одно небольшое усиление атаки. Я думаю, что вот с новым патчем на ближайших крупных чемпионатах, где будет этот самый новый патч, мы будем либо баланс видеть, либо, ну и так, знаете, не самая слабая атака в последнее время была с уже не новой экономикой, но с теми изменениями, да, что были. Оп, проверочка. Ксантарес, повторная проверка. На этом уже все. Ну и вот видите, что изгешка, когда деньги позволяют, они есть. То есть не без них. То есть те 300 долларов, на которые дороже SIG стал, никого особо здесь не смущают. Ну, может быть, не 5 SSG будут играть теперь команды, но 2, там 1 точно будут появляться. То есть тем более карта DAS2 это такая карта, на которой, ну, почему бы и нет. Может быть, где-то на Инферно мы будем поменьше их видеть. Но на картах типа DAS2 пока появляется. Ну и раунд против пистолетов. Хорошие, кстати, плоды для бегов. То есть как для такого не самого крепкого форса. То есть пистолеты без арморов, по минимуму гранат, отстрелить двоих. Это тоже приобретение. Единственное, что, конечно, девайсов подобрать здесь не удается. Ну и приходится копить уже на собственный второй девайс. Единственное, пока, опять же, беги. Ну, не показали ни в одном раунде. Вот нельзя было сказать нигде Найстрай. То есть скидку здесь можно делать на что угодно. Но пока игра такова, что, видимо, только экс Виндиго. Сик это... Ну да, да. Кейс Мани, друзья, не просто скины, а сервис. Не просто скины и успех. Ну и вы все прекрасно знаете, что в три простых движения, а ниже клика, можете вы обменять свой старый ширп на новые, прекрасные, выбранные на Кейс Мани скины. Так, ну и вот. Второй девайс на раунд, он такой. Решили приступить к активностям. Беги, в общем, давно пора, потому что пока их ну, водят по плентам. Такая непонятная игра против Миксайзи складывается для бегов. И ну, без этих активностей выплыть, вырулить на старте каждого следующего раунда. Ну, посчитали для себя, что было бы сложноватенько. Добыли голову Хаджи. Серьезно накалили к Эликса. И решили играть шортом, опять же, в укрепление его. Но при этом без ланга, но все нормально. Все нормально в этом плане. То есть пропуск плент здесь критическим абсолютно не станет. Тем более, что ну, вот Ксантареса нам зря на самом деле показывают. Тут сейчас шорт должен будет играть первую скрипку. Но Ксантарес в чистом саппорте. Подсадить его некому. Только тиммейты будут подходить. И вот такое вот выбивание КТ плюс шорт без ланга. Причем, ну, ланг бы здесь пригодился. Потому что яма сейчас будет весь этот подъем. Если без густа немцы попытаются зайти через подъем, просто отстреливать по спинам. Ну, нам бы за номером 0, конечно, посмотреть. Ну, да ладно. Так, все. Поняли, поняли, что есть яма. Кэлиэкс по голове получает. Подобранная СГ-шка работает как нельзя, кстати, на руках у Некса. Некса становится вообще героем последних парочки раундов. Вовремя сориентировался. В предыдущем раунде два фрага там сделал, но раунд уже было не спасти. Здесь подобрал СГ-шку и сотворил небольшенькое чудо. Ну, и скованная игра. Откровенно скованная от Экс Виндиго. Они понимали, что... Ну, как бы вся комбинация была построена на то, что... Плэнт будет играть в размены, а Лонг не отдастся. Но судя по движениям, опять же, Турка на яме, было понятно, что он очень переживает за свои промахи. Мы там видели один от него, но по звуку я так понял, что Кэлиэкс делал парочку выпадов. И оба были с промахом. Ну, а это, конечно, подарочный сейчас был. Под флэшку шикарно. Ксантарес пытался все-таки допрыгнуть до ямы, но... в полете подрезали. Подрезали, подрезали летящего. Ну, и решили как-то сыграть теперь у Виндиго. Хотел я сказать попроще. Ну, вот у них... Ну, всегда зацепки, обратите внимание, в эстонце. То есть в Хэссе. Он до конца, я так понимаю, шорт у нас смотрит. С СГшкой. Проверяют поджим спины Акс Виндиго. И удостоверившись, что активности предыдущего раунда от бегов здесь не будет, уже попытаются выстроить свой раунд. Хаджи сейчас вот интересно нам было бы посмотреть за дуэлью номеров 5 и 9, наверное, но... Да, да. Возможность такая будет. И если сейчас Тизиан здесь проигрывает, то открывается просто база. Ай-яй-яй, не смотрит Тизиан. Абсолютно Хаджи. Он думал, что он здесь самый умный. И на таком тайминге, возвращаясь на туннеле, его никто смотреть не будет. Но, как видим, размен был. Но, опять же, это вот... Целиком и полностью раунд не спасает. То есть здесь... Дорожка проторенная. Поход на базу Б. Турельный отстреляться Тапсом на 2, минуса все-таки не удалось. Состоится последний Тизиан против троих. Понятно, откуда он пойдет, что это будет шорт или долгий лонг. Но ждут его изначально как раз-таки шорта. И... Верните, что называется, СГшку в семью. А вернули или нет, непонятно. Да, вернули. Все нормально. Так, ну и вот попробовали. На вкус беги. Победных раундов, но... Маловато будет. А я, друзья, напомню, что это выбор B.I.G. Как раз-таки, то есть немцы у нас до второй выбирали. Но еще раз повторюсь, то есть здесь из трех карт все дефолтные. Даст, Мираж, второй посмотрим, это будет выбор Экс Виндиго. Ну и если дойдем до третьей, это Инферно. То есть никаких приколов в виде чего-то такого сочного, интересного. Своих четких карт. Хотя B.I.G. даст второй, считаю, давненько своей четкой картой. Но вот пока мы видим, что ничего серьезного особо не предлагают ребята из Экс Виндиго. И тем не менее, им этого вполне хватает для комфортного старта опять же первой половины. Ну, не по коэффициенту пока что. Не по коэффициенту. Так, ну, проверка на прочность базы B. Тут особо, как бы, и проверять нечего. Тут врывается Тапсон со своим Юспецким. Но ситуацию это серьезно будет, легчать, скорее всего, не будет. Уже, ого, вот это нашил. Вот это Некс сегодня жжет. Некс сегодня, я не знаю, какой-то неумолимый серийный убийца. У него получается абсолютно все. Летит, но команда целиком и полностью меня поддерживает. Близкая дуэль 5-7 против снайперской винтовки. Понимает АВП, что... Ну, понимает Драйкин, что встревать не стоит. Так, проверочка. Здесь бустик. Вот это поворот. Ну, и знаю точно, где последний. Дело даже до... Бомбы здесь не доезжает в основную часть раунда. Ну, и, в общем, вот так вот просто против пистолетов. Чисто раш на базу B, которые решили... Не угадав при этом немцы оставить под такой второстепенный контроль. Так, что у нас? Агент, агент на сервере. Вот чатик уже нашел. 0-0-7. Смуя пока что не боец. Но... Но, друзья, я вам говорю, это ECC. Тут, как бы, даже если счет будет с первой половины 15-0, то во второй мы увидим возвращение. В этом плане я вот честно не помню ни одного разгромного результата. То есть вы можете, конечно, покопаться в LTV, посмотреть результаты всех битв и найдете где-нибудь там парочку карт со счетом 16-4, там 16-7. Но в общем, в общем и целом это всегда близко. Не знаю, честно, вот с чем это связано, но так оно и есть. Так, что здесь только раннее утро для B.I.G. Ну, пока у них, конечно, защита не получается. Ну, а X-Win Digo особо и терять нечего. То есть этот момент мы обсуждали до старта B.O.3. Ох, это было страшно. Это вторжение. Новые скины, новые ножи. Смуя. Ну, просто жесть какая-то. Закупились, закупились к зиме игроки. Так, ну и ничего особо не придумывая. То есть варьируют комбинации. 4 лонг плюс 1 шорт. Если шорт не занимается, в Indigo идут туда основной массой, как в этом раунде. И сейчас мы будем становиться свидетелями. Кстати, вот интересно. Ну, беги, опять же, активность проявляют. Но вот позднюю активность и немного не там. Шорт они отпустили. Вылазка в нижнюю темную. Сейчас, если лонг там отдается, то... Так, Смуя, первый фраг. Грацули. Лонг выходит. Лонг отдается. Хаджи. Но вот я сказал, что ключевым моментом здесь будет лонг. Но вот тиммейты не смогли ничего сделать. И никоим образом раунд этот не получается у Indigo. То есть Хаджи-то свою часть работы выполнил. А вот как проходил шорт, мы особо-то, друзья, с вами не увидели. То есть минус от Смуя, а потом просто полные неразберихы. И, возможно, как раз вот с этого раунда... Ну, на самом деле, тут надо, надо. Не то, что возможно начнется какая-то серия для бегов. Тут надо эту серию делать. Потому что даже еще, в принципе, можно в первой половине за адекватный счет и побороться. То есть даже за какие-то 6-9, 7-8, чем черт не шутит, еще, возможно, и 8-7. Две снайперские винтовки впервые появляются у B.I.G. Так, я так понимаю, Тизиан все видел. Отсекает левого. Правый сам себя потушил. Дракен, ну, попытается выйти сухим из воды. Непонятно, как флешка не возымела действие на Нексу. Ну, да ладно. Дракен уходит. Дракен уходит и... Ну, атака, опять же, возвращается к истокам. Так, подсадочка на то, чтобы... Ну, молика нет. Как бы молик есть, но тратить его не туда немного хочется. Молика, кстати, даже 3, даже 4 молика. Но видите, насколько экономная атака у X-WinDigo. Чисто они вот пытаются здесь минимальными силами, минимальными потерями зайти до точки. И, в общем, уже отыгрывает ситуацию пост-плэнд с этими моликами. Ну, кстати, из тех моликов, из гигантского их количества, остался только один. Дело до бомбы доходит. Пик на КТ для Хаджи становится последним, что он изобразил в этом раунде. Ну и... Эх. Растаяли. Растаяли силы. Дракен последний с ВП. Смог на бомбу. Дракен понимает, что здесь особо не подергаешься, не попростреливаешь, потому что его, с одной стороны, контролят, еще и разводят, понимая его позицию, понимая, что у него снайперская винтовка. Ну, решил заранее в этой ситуации при потере тиммейтов уже и сэвить. А вот вам, друзья, и коэффициенты, которые в лайве изменились. Извинились коэффициенты, извините. Говорят, 4,70 это не тот коэффициент, который должен быть. Ну и вот B, друзья, уже предлагает 2,65. На Виндиго. То есть чуть-чуть-чуть циферки стали поприятнее. По идее, вот, как бы, конечно, изначально они были заманчивыми, но по идее изначально вот он такой должен был быть. То есть 1,44 и 2,66. Коэффициенты абсолютного непонимания, что в этой встрече ждать от команды. Отличный вопрос в чате, что он в тубупе бегает. Подаст он? Ну, как бы, в чем родили, в том и бегали. Это самое важное. Мне вот интересно, теперь у всех будут разные скины, да? У кого-то будут любимые. Теперь можно будет заранее, как бы, понимать, против кого ты играешь, да? Ну, то есть завидев скин. Так, ну, вот как здесь оказался Баббл, должно стать загадкой человечества для защиты. Сейчас полная паника была от них, но, тем не менее, из-за этого момента все-таки они выруливают. Заранее отданный миддл перестреляли. Ну, и синхронного выхода здесь уже не будет. Захлебывается потихонечку атака. Экс Виндиго, хотелось бы сказать. Но Хаджи равняет землей опорное звено базы Б. И на этом моменте Ксантарес вместе с тиммейтом берут паузу. Посмотреть, что будет. Пробрасывается на авось Хаешка. Хаешка достигает результата. И по итогу... По итогу Дракен... Такого момента, конечно, от него ждали. Мув интересный, но нужно. Нужно все-таки было задуматься о бомбе, о чем он и задумался, но и понимал, что, в общем, тут уже как пойдет. После этого момента, ну, вот такой вот качельный раунд. То есть, изначально вроде бы устояли Б.И.Джи, потом дополнительная волна адреналина влилась в их кровь, потому как Хаджи просочился через маки под флешки и все-таки похоронил опорников. Но вырулили, вырулили. Халпана ретейк пришла заранее, до момента установки. И... Все получилось. Ну и вот они Б.И.Джи, которые возвращаются и опять же оставляют... Денег с Гулькинос для Дига. Интересно, что решили сделать ставку на... Ну, на МАГ-10, и по скорости здесь оно так и выходит. То есть, Галилы возможность купить была, но решили вот именно таким макаром, опять же, внедриться на базу Б. Флешки отличные. Тапсон. Тапсон просто делает минус под флешки вражеской команды. Вы набрасываете, я стреляю. Тайминги соблюдены тютелька в тютельку. Ой-ой-ой, жесть. Накидали смоков. И я не знаю, как это будут выбивать через две снайперские винтовки. Там есть зацепка в виде Ксантареса, который, если зайдет в спину, а его пока что не ждут, то все может получиться. Ответная флешка. МАГ-10. Нам Ксантареса не показывают. Но Ксантарес молодец, свой фраг делает. И это выбивание от него получается. То есть, ну, вот турок, зашедший в спину, это был сюрприз для Виндиго. Они будут все дефолт скины и перчатки брать на ласте, чтобы не понимали через мид, кто когда идет. Ничего, я не понял. Ну, да ладно. А, ну, типа ты имеешь в виду, что… Да нет, играют же все в своих перчатках, все нормально. Типа АБП, ну, нет, нет, нет. Тут как бы ты особо не посмотришь, тебе не до этого, кто куда идет. Тут как бы, если ты, опять же, имеешь в виду перестрелки на Дасте на старте раунда, то там все в десятые доли секунды решается. Какие перчатки? Какие перчатки? Ты видишь только маленький пиксель, стреляешь сразу и делаешь стрейф. То есть, ну, где-то на лоу рангах, там, возможно, да, снайпер за защиту такой становится, как батя на Медусы ВП и смотрит, кто куда идет. Если у тебя отличное зрение. Не, ну тут, знаете, как… Ладно, смотрим опять девайс на раунд. Решили по-быстрому забрать под контроль экс-виндига лонг. Забрать его получается. По крайней мере, пока что чисто по гранатам вот это проводил. Вот это Тапсон практически стал героем этой ситуации. Долго смотрел, выцеливал просто, я не знаю, Белке в глаз. Но по итогу Белка оказалась воинственной. Ну, Хаджи, француз. Минус от него, вдобавок от Эйчесса. И дела у Биаджи становятся на порядок хуже. Битва за лонг через паузу не то, что доктор прописал в этом раунде для них. Ну и вот такими простыми методами атака со вскрытием лонга сейчас попытается нейтрализовать всяческие активности. Но активности продолжаются. Биаджи продолжают сопротивляться на фланте. Ксантарес в точке. Тут Тизиан в спине. Вот это пожар. Вот это просто пожар. Флешку набросили с фунта. Тизиан врезается под нее. Делает два минуса Ксантарес. Два минуса Тизиан. И по итогу у нас один в один. И Тизиан сейчас может стать героем этого раунда. Так, ну вот кто знает, как оказался Хаджи на КТ-спауне, тот молодец. Я так понимаю, что он прошел через смоки. Ну точно не шарта падал, потому что был-то он на лонге вместе со всеми. Да, да, подсказывает режиссер. Но именно так и было. Замес был жесткий. Но вообще, на самом деле, то есть, вот как бы если бы не этот прорыв от Хаджи, то раунд мог бы получиться, ну, практически сухим. То есть, вся эта комбинация за ходом Тизиана и с позиции Ксантареса в пленте могла бы зажать здесь плечи, но... Немного с нервами. Немного с нервами. Тем не менее... Браво Хаджи! За попытку, но... Исход он такой, как есть. Так, ну и повторение через лонг. На этот раз, но намного более высокой скорости. Пытаются подловить здесь на ошибке. Но Ксантарес, опять же, за дымовую завесу не выходит. Флешка от тиммейта. Под эту флешку срабатывает Некс, а не сам Ксантарес. Но продолжают его показывать. Ну и тут так. Похоронили. Довели до просвета, но и расправились. Ну и вот, друзья, как бы... Что и следовало ожидать. После беспросветно плохого начала для БиАйджи ко второй половине первой половины, к ее окончанию, мы видим уже и равный счет. И это уже более-менее похоже на то, что должно было быть. То есть счет у нас изначально был 5-0, потом один раунд от БиАйджи, 7-1 по итогу. Ну и уже получается раз, два, три, шесть раундов подряд. Шесть раундов подряд ики берут. Причем, ну, разнообразными методами. Где-то на Тонниково, где-то с паникой, но тем не менее. Так, тут флешки вообще не работают. Смуя расстрелялся. Смуя, кстати, друзья, кто помнит, был 0-0-7. Ну вот сейчас, я смотрю, у него должно быть, по идее, 7 на 9 уже. Ну и все, все, лопнули, как мыльный пузырь. Экс Виндиго в этом раунде. В том числе, восьмой на очереди для немцев, турка и британца. Ну и то, что изначально получалось, теперь на окончании этой первой половины летит в тар-тарары. А именно, ну, быстрые дефолтные занимания. То ланга, то шорта. То есть вот три раунда показали нам Экс Виндиго. Эстонец все-таки не справляется с управлением на СГшке. Получает шот от Смуя. Смуя три минуса в этом раунде. Четыре, да? Четыре минуса в этом раунде. И с Смуя у нас уже аж молодец. Девять на девять, один к одному. По итогу начиналось все. Ну, то есть с момента, когда у него было 0,7, после этого он умер только два раза, при этом сделав девять фрагов. То есть девять на два он на вторую часть первой половины провел. И это неплохо. Это, ну, четыре как бы кд. То есть если не брать в расчет старт, на котором все бывает, матч в онлайне. И, ну, по времени, опять же, европейскому достаточно ранний. То есть в полдень все это дело начинается. Ну, по-разному. По-разному игроки включаются. Поэтому скидочку на утро делать мы все-таки будем. Ну, и тут типичная КС-пословица. Неважно, как ты начинаешь. Для X-WinDigal сейчас становится на повестке дня. Неважно, как ты начинаешь. Важно, как ты заканчиваешь. Но вот, друзья, опять же, я вот не до конца понимаю, за что этот матч. Потому что из разных источников разная информация. На ХЛТВ написано, что победитель напрямую выходит на лан-финалы. А вот в наших внутренних источниках, в том числе в Твиттере и Стерладера, как бы матч за посев. Что это значит? Я не знаю. Матч за посев в плей-офф. Непонятно. Я к чему веду, что... Тут как бы цена вопроса не до конца понятна. Ого! Ну, француз решил саккуратничать по второму. Дракен. Только тоже один минус. Ну, и по итогу B&G выходит в плюс после этого. Замес на лонге. Хотя замесом его, опять же, назвать здесь достаточно сложно. С упором на свою академическую такую стендовую стрельбу подошли экс-виндига. И должны были, по идее, отстреливаться, ну, по крайней мере, в плюс. Но было как было. Подошедшая спина. Назвать это вовремя можно. Тизиан замер на лонге в одиночестве. Ой-ой-ой, смуя. Ой-ой-ой! Эстонец. Но, по идее, эстонец не до конца понимает, с чем ему предстоит иметь делать. Но тут... Тут сам смуя решил сыграть в мужика. Дергает на время. Близкие контакты. ЭЧС пошел в лобовую. Но смуя непреклонно ставит еще одну голову. И по итогу квадрокилл два раунда подряд в последнем раунде первой половины и в первом раунде второй. То есть, восемь фрагов. Восемь фрагов. За два раунда. Жесть. Из тринадцати. Нормально. Нормально. О, да. Спасибо. А, вот она. Вот она как выглядит. Запутаннейшая. Ой, друзья. Ну, это жесть. Это жесть. Короче, победитель этой встречи попадает минуя полуфиналы. Короче, ладно. Это вот как бы если вы хотели придумать сложнее и дольше сеточку, то у вас это не получится, потому что она уже придумана. Так, ну у нас тут BIDG с потерями. Тем не менее, опять же, как бы решили пойти по легкому пути через дальние дистанции, точка А и как бы там эксвентиго. Я вот пока смотрел сетку, не обратил внимания. Может, мне подскажутся. Там фамасы были, но МПшки видел на последнем. Ну, то есть экономика новая, но что там с фамасами? Короче, фиаско. Фиаско, братан, пока что для эксвентиго. Деньги потрачены и деньги потрачены впустую. То есть, ну вот... Как бы раунд был близким, но это только показалось. Это только показалось. Так, Смуя прикрывает спину, но тут больше работа уже на собственную статистику, потому как тиммейты на базе B зашли в чистую, девственно чистую точку. Бомба поставлена. И вот так вот, вот так вот прилетает. СГшка против Дегла, не срабатывает к Сантарусу. Но по-хорошему сейчас война за эту СГшку будет на Т-спауне. Тапсон не готов ее проигрывать, но приходится. Хаджи ставят с П-250. Короче, война не за раунд, война за... Бабл. Баблган. Война за СГ. Ну, война это проигранная, как и весь раунд. Бывшая команда Виндига. Ну, друзья, нам напоминают коэффициенты. Опять же, вот изначальных семерочек, по-моему... А, четверочек. 4.77, по-моему, КФ был до старта этой карты. Все приходит к тому, что на Виндига сейчас вообще 8.50. Цифры, конечно, заманчивые, но вот... Я не знаю. Вот я посмотрю эту карту, потом буду говорить о том, что, возможно, мы увидим во второй, потому что пока для меня здесь просто темный лес. То есть проваленная первая половина, старт первой половины БИГ, ничего, ни о чем не говорил. Также, в принципе, Виндига сейчас могут... Ну, раундов 5-6 точно. Один за одним отдать, и потом мы увидим преображение этих парней. И, скорее всего, увидим. Скорее всего, увидим. Так, ну и первый девайс мы решили проводить со старту двумя снайпистыми винтовками. Бабл между тем и этим миром потерялся. Одна нога здесь, другая там, под флешку просто съели его. Причем под серию флешек. Дракену теперь приходится отбиваться вместе с тиммейтом, который кроет ему спину. HHS отрабатывает у нас на проходе, на просвете. Но это выбивание в два ВП, которому ничего не готово. То есть спины здесь не будет. Шорт занят, два в пленте. Ну, есть две флешки у Хаджи. Но Хаджи здесь... Я не знаю, он... Потому что мы уже видели на этом дасте... Ну, не на роли саппорта точно должен быть. Ну, кстати, обратите внимание, что Эстония заранее покидает поле битвы. То есть это... Сухой, глубокий сейв в базе Б. Ну, а звено лонга, как было, вот... Так оно там и осталось. Никто никуда не пошел. Пишет нам модератор, что из Виндига прошлого стака осталось два игрока. Ну да, да. То есть вот... Последний официальный свой матч в том составе, который еще был Виндига, они проводили... Он 30 октября с Иллюминар. Если я, опять же, ничего не путаю. Дальше. То есть тут один состав на ХОПВ, другой играет. Игроки туда-сюда меняются. Но... Отчаянная попытка зацепиться за лонг. Но делать нечего. Понимают, что два раунда подряд уже, в принципе, пропускают. И девайсы особо роли никакой не играют у Экс Виндига. И постоянно атака по лонгу до подъема доходит. Поэтому решили сыграть три лонг. Так, Аксантарес это слышали. Аксантарес не верит в то, что... Будет здесь какая-то кровавая встреча. Келекс выигрывает турецкую войну против турка, опять же. Турок на турк. Ну, принципиально, по ходу, битва. И вот здесь бы вкору задуматься о сейве Экс Виндига. Но, как мы видим, никто не задумался. 4, 7, 5, 7, 3, 6. Ну вот... Не знаю, вроде бы патч новый, судя по скинам. Но фамосов мы как бы особо и не видим. Вот я очень хочу увидеть фамос сейчас. Вот ИЧС. Понятное дело, что патч выкатили вчера, получается. То есть вчера ночью. И если ты до этого никогда с фамосом не катал, то есть пренебрегал им и, естественно, брал им по девятой за защиту, а так, скорее всего, в большинстве случаев и было, то начать играть с ним именно сейчас тебе сложно. В этом плане как бы все понятно. Ого! Жесткий аргумент на руках у Нексы появился. Это просто заявочка на победу. Вот. Поэтому, но тем не менее, как бы... 2кбай решили сыграть. Интересно, что 2кбай при этом со снайперской винтовкой от Дракена. Он-то в ноль потратился. Но ЭЧС выбирает упор на... Ох, ну интересный раунд. Так. Подсадка на шорт. Баббл. Вот это самая интересная фигура. Он будет соло отыгрывать Сэмочка именно там. А он вообще в прожим пошел. Они будут заходить лонгу в спину. Они это баббл. И здесь главное хаджи просто жить. Если сейчас молик под пятую точку ему не прилетит, то все будет очень хорошо. Спина уже смотрится. Номер 2 посматривает этот Апсон на лонг. Так, ну вот увидел я на карте четверых. Это просто... Просто все сгруппировались на точке А. Один на одном. Ну и по итогу от троих остался только один. Кэликс. Кэликс не палился. Лонг так и не выходит. Но он и не может выйти. Бабблу здесь путь заказан. Тапсон смотрит не туда. Он пропустил... Тапсон, Тапсон. Вот этот заплыв. Сгэшка еще падает. Ее можно будет после этого фрага подбирать. Баббл. Баббл минус 3. Баббл подбирает Сгэшку. Увидит еще одного, но вовремя переключится и фокус своего внимания. И уже... Ну, как бы Сгэшка тоже не успела. Эх, ну выглядело красиво. Раунд, который мог заехать. Но по итогу... Баббер выдыхай. Байджи берут 14-й. Что с ФАМАС? Друзья, обновляйте Counter-Strike. Не сейчас. После просмотра 4-х. Бо-3, конечно, и ССС. Где-то глубоко ночью. Но обновляйте Counter-Strike. ФАМАС изменили. Он стал дешевле. На, по-моему, 200 долларов. 2,50 ныне стоит. Дешевле и спрей изменили. Ну, поприятнее стал. То есть теперь, в принципе, вот... Даже с ФАМАСа можно зажать... Ну, например, вот... Выходящих с бокса, да? И не отпуская гашетки, выпустить все. Но... При определенных раскладах. Чего раньше... Ну, раньше ФАМАС такой. Больше вот... По голову... По голову по пулечке был. Сейчас... Поприятнее. Так, ну и что? Для Виндиго... Возможно... Возможно, последний шанс... Зацепиться за даст второй, Который выбирали немцы. Дефолт отыгрывают БИГ. На лонг решили не ходить. Гранаты при этом не потрачены. Это плюс на лейт раунда. Шорт. Виндиго, с другой стороны, не занимали. И, в принципе, здесь... Ну, что... Что мид на базу Б смотрится, что шорт выход смотрится. Бомбу, кстати, запалили. Выбили ее в нижний темный. Некст это был у нас. Вроде бы на безопасность играл, но по итогу, как бы, сейчас, обратите внимание... Должны последовать небольшие перестроения от защиты. На базе Б должны оставить одного. Так оно, в принципе, и есть. Ну, и чисто, кстати, это дело можно будет уже и с меда поглядывать, потому что здесь пошла инфа о заходе через шорт. Заранее готовые экс-вендиго к этому моменту были. Гусь плюс плент сыграли. Причем, сыграли как нельзя лучше. Хадж 2 минуса, бабл 1. И по итогу раунд выигран. Ну, и вот это все плоды заранее полученной информации господами из экс-вендиго. Навязали инициативу, выбили бомбу, запалили, поняли, что это будет, и, в принципе, довели до логического завершения. Но вот кто-то там в чате писал, можно там постоять, посмотреть, кто куда проходит, какие перчатки. Вот сейчас был момент, когда Дракен стоял, смотрел, кто куда идет, но увидел только одного пробегающего человека. Не, ну хотя можно, можно иногда, когда вот раунда даже без АВП с той стороны, или АВП я торопится на лонг, как это было в этом раунде, например. Так, выход будет. Бабл, отличный уголочек, и вот здесь... Ой-ой-ой, заблудил. Ну, Некс вообще просто не понял, что происходит. Ну, это какая-то жесть была. То есть первый выходящий чекает, а Некс, типа, тиммейт погибает, ну и бог с ним. То ли не успел развернуться, там, лоу цинкса, скорее всего. Смотрел до конца ворота на Б и окно. Возможности не было. Ну, тогда, как бы, нужно было, наверное, все-таки проверить изначально этот угол. Ну, и близки к тому Виндиго, чтобы десятый взять. Две флешки есть в распоряжении у Би-Ай-Джи. И ехала! Пошла первая, пошла вторая. Флешки абсолютно не роляют здесь. Смачки настреливает Хаджи. Француз нарабатывает себе шикарный фрагстат. Становится просто королем статистики. Ну, дракен такой. И мне, и мне немного. Но нет, не успевает к этому. В празднику жизни. Десятые достаточно легко берут Экс Виндиго. Ну и посмотрим на очередной бай немецкий. Так, тут припадок, припадок у молодого человека. Тщательный. Нет, нет. Видимо, ставил на тотал меньше. Этот господин. Но Би-Ай-Джи его не порадовали. Но осталось вот на самом деле не так много. То есть... Да. Хаджи что-то вообще подзаснул. Хаджи подзаснул. Обычно такие комбинации играются со снайпером. Тут две снайперские винтовки. И ни одна из них не стояла на контроле пикселя в шарте. Вот она, первая. Дракен вообще отыгрывает лонг. Отыгрывает, конечно, шикарно. Бабл, в принципе, точно так же на пункте делает. Но по итогу даже вот не должно было быть и потери Хаджи. Но, видимо... Это все-таки был некий байт. Это был некий байт. Так. Ну, Шил Мачао начинает сначала. Опять же, безденежье. Для Би-Ай-Джи второй проигранный. Третий, получается, да? Уже проигранный раунд подряд. Ну и то, о чем я вам, друзья, говорил. Как бы игры здесь и карты не складывались, всегда ждем близкой и непредсказуемой развязки. Может быть, еще и допы увидим сразу же со старта на Дасте. Ну и пока Би-Джи ищет нужного момента для себя. Так, через ранбустик проверят снайпера. Да, да, что нет. Да нет. Диггл просто контролят дальний ящик. Смачок пошел. Начинают опорники базы Б что-то подозревать. Хороший, кстати, пиксель, в принципе. Тут пока что ничего не видно, но если первые две головы будут... Ой-ой, флешечка. Флешечка для Келликса и этот корабль плывет в гавань. В домашнюю гавань. Ну, короче, не контролят ни тут, ни там. Флешку пробросили. Проблемы, связанные со снайперской винтовкой, не решаются. Эстонец живет. Два фрага от него и опорное звено базы Б по итогу турок и эстонец делают всем больно. Больно, но быстро. Три плюс два. Вот так вот по фрагам разобрались в этом раунде. Когда турниры с нами. Ну, ESL, ProLiga, финалы, например. Но это уже, опять же, декабрь. В ноябре. В ноябре нет. Так, ну и... Решили заканчивать этим раундом. Накидали флешек, накидали смачок. Хаджи спасается бегством после потери тиммейта. Бабла уже не вернуть в этот раунд. Ай-яй-яй! И стонет ЦВП! Вот это незваный гость. Ну, такой раунд уже, кстати, Виндиго выигрывали. То есть они спалили бомбу, поняли, что это будет шорт. Но тут как бы работает только в одном случае. Когда ты свою дуэль выигрываешь в темной. Дуэль-то была проигранная. Сейчас... Если Хаджи и Дракену не удастся... Ну, кстати, опять же, шанс есть. То есть Хаджи, оставаясь нижним темной, дали всеми силами Биаджи понять, что возможность прохода на шорт здесь велика, да, или прохода на лонг. Она просто зашкаливает. То есть дали такой момент понять. Возможность у Хаджи была. То есть, в принципе, отстреливая он темную, возвращаясь к тиммейтам, было бы все неплохо. Но так как мы видим, Дракен теперь уже... Ну, Дракен, кстати, трястись за снайперскую винтовку не стоит. То есть на концовку здесь денег, в любом случае, Экс Виндиго они есть. Их есть много. Другой вопрос, что на мапоинт отдан. Да, ну вот эти выходы со снайперской винтовкой. Ну да ладно. Так, ну и смотрим. Возможно, последний раунд на карте ДАС-2. Решили сыграть БАЙДЖИ на верочку, но в долгую. Такой вот дефолт без выхода на лонг. Черт занят. Это может стать интересным моментом. Опять же, Хаджи вот без прикрытия играет. То есть, обратите внимание, номер 6. Ага, Бабл набрасывает, Хаджи выходит. Но Хаджи здесь ждали. Причем флешка что-то как-то не заехала по Ксантаресу. Баблу теперь приходится перенимать бразды правления у погибшего тиммейта. О, нормально, нормально. Наполовину здоровья снайперской винтовки прилетело. Лучше бы, конечно, не снайперской винтовки и по барабану. Но есть как есть. Ну и походу небольшой тупичок для бегов. Бабла. Тапсон сбривает. Это там, кстати, бомба. Этот моментик уже не укрылся от внимания Ксвиндига. Они точно знают, что это до конца база А. Торопится спина. Мы ее не видим. Сейчас спина будет делать... Будет делать больно. Ну и по итогу спина больно делает. Остается последний Смуя. У Смуя, кстати, бомба на руках. Вот это может быть... Это может быть опасно. 30 секунд. Бомбу ставь куда хочу. Ну и с Муи сейчас кровь из носа нужен... Нужен план. Ну вот не может определиться Смуя, какую позицию ему занимать. По итогу у Смуи плана не было. И бомбу в никуда поставил. То есть ни с какой позиции она здесь не контролится, кроме как с Денса. И как бы позицию никакую не занял. То есть изначально туннель, потом решил на шефте возвращаться за зеленый. И до этого отстрелить КТ. Но что-то как-то все это коту подхоз. 13-е для себя Виндига берут. Оставляют бегов подумать. Над своим поведением. И, наверное, принимать все-таки... Ну, кола середины раунда это хорошо. Но принимать решение чуть-чуть пораньше. Какое-то в окончании будет раунд. Потому что сейчас это выглядело как... Сюда пойдем, тут отгребем. Туда пойдем, там отгребем. Отгребательная команда получилась. Ну и вот опять же. Пустую выход на лонг. Тапсом второго ждать 100% не будет. Это подарочный Калашников. Кстати, решил Келикс не агрессировать. В этом плане не жадничать. Так, ну это нежданчик номер 2. Келикс. Легкая спина. Слышал второго с Галилом. Тизиан. Один против четырех. Ну и тут вопрос уже... Вопрос уже не стоит ребром. Тут уже Тизиан просто лежит. 14-й раунд для Экс Вин Дига. Ой. Ждем допов, друзья. Ну, по-другому на ECC никак и быть не могло. Если вот найдется какой-нибудь неленивый товарищ в чате, я ему буду очень благодарен, который посмотрит историю... Ну, результаты, как бы, квалификации, сколько раз у нас игрались допы на ECC. Ну, я думаю, что как бы в каждой второй встрече точно хотя бы на одной из карт допы игрались. То есть где-то... Где-то 50%. Возможность встретить овертаймы 50%. А может быть и больше. Не, ну так заливать, так заливать БиДжи, это, конечно, еще нужно уметь. То есть раунд с выходом на мид, с чего все началось, был просто ма. В кавычках ма. Никто ничего не чекает. Как говорится, глаз на спине у меня нет, да, на затылке. Момент с Нексой. Так, выход на базу Б. Тут H.S. немного подрастрялся. Ну, понимал, что тиммейт за спиной он всегда поможет. Пытался сыграть агрессивно, но получилось, как получилось. Разменялись, тем не менее, равноценно. Точнее, в плюс для себя X-Вин Дига. Это... Ну, небольшая, но зацепочка на ретейк. С гранатами не все так хорошо, как хотелось бы. Есть единственные две оставшиеся флешки. И их нужно использовать так вот, пульнуть, да. Чтобы как раз точно под них заход и пошел. Первая в никуда. Ответная полетела. Еще одна. Заход через туннель. Размен один в один. Ну и, друзья, топы. То, о чем я, в принципе, вам и вещал, даже еще не видя первого пистолетного раунда. Овертаймы. Ну и получается у нас, друзья, что раз, два, три, шесть раундов подряд взяли во второй половине со старта. Побеги. То есть, короче, у них была серия. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь плюс шесть. Тринадцать раундов. Тринадцать раундов, Карл. Тринадцать раундов подряд, начиная со счета 7-1. 1-7. Ну, не в их пользу. То есть 1-7. Потом они берут 13. Потом они отдают 5. Один берут и отдают 3 подряд. И, конечно, ну, я не то чтобы записал в зачет концовочку Виндига, как, наверное, недопонял то, что вообще исполняли Биаджи. Полет нормальный. Друзья, 15-15 овертайма, 10 тысяч старт мани для каждого из 10 игроков на сервере. То есть денег много здесь не будет. Но это и неплохо, и нехорошо. Так оно и есть. Посмотрим, как из этого момента будут выкручиваться. По крайней мере, Виндига уже решили... Ну, и Виндига, и Биаджи играть не в две снайперские винтовки. Всего лишь в одну. Посмотрим, во что это выльется. Ага. Хаджи у нас попытается... Попытается сделать все красиво. Так, ну, Хаджи откровенно заблудился. Смока. С другой стороны, Келикс получает по голове. Обрывается Хаджи. Наконец-таки нашел путь. Из КТ на миддл. Но этого одного минуса здесь достаточно мало. Тем более, что Баббл успевает как бы в спину. Но вот... Гэликс и Эйчэс огребли. Ой. И смую, смотрите, вообще ничего не останавливает. То есть, ну, вот... Море по колено. Нормально. В режиме шутган работает снайперская винтовка. В режиме снайперская винтовка работает снайперская винтовка у Дракена, который уже на тест-пауне. Но здесь взятым раундом для Экс Виндига не пахнет. И Дракен может довольствоваться малым. Только фрагом в собственном исполнении в дальнейшем сейвить. Бомба на Б, Дракен на ланге. Не, ну смуя нормально. Сочно получил. В бубен просто с юспа. Но при этом сидим, не палимся. Улыбаемся и машем. Все нормально. Ну, ответил по-мужски. Ой, смуя, смуя. Смуя, кстати, друзья, начинал со счета 0-7 в этой встрече. Ну, вот... На данный момент 23 на 21. То есть плюс небольшой, но за 20 фрагов выпал. Так, ну, выход на лодку у нас. Сантарес берет на себя роль. И отвлекающий. И энтри фрагеры одновременно. Но здесь поджим от Виндига по туннелю. И карты спутаны. Вас прочитали, господа. Ой-ой-ой, эстонец. Кидать или не кидать? Вот в чем вопрос. Со своим смаком так по итогу замирает. Просле он получает от смуи. Смуя вообще не контрится последние два раунда. Жестко. Но и... Как бы вот начиналось для Виндига все так, что этот раунд, ну, нельзя было отдавать. И тут спалили, и там перестреляли. Но мы видим, во что это все дело вливается. Даже без скопа расправляется Тапсон с баблом заходящим. Ну, ключевой позиции, вот, никак по-другому не скажешь. То есть, один такой раунд уже отдавали БИГ, и обожглись на молоке, теперь дуют на воду. А именно, заранее смотрят Теспаун. Почему у Дракена нет аватарки? Нет, нет. Вообще пропало здесь. 17.15 для немцев. И это... Ну, ни о чем не говорит. Хотелось бы сказать, наверное, тем, кто ставил, да, или фанатам БИГ, что это предвестник победы на собственном выборе, но... Так, ну вот, смотрите, Баббл с Фамасом. Честно, тютелька в тютельку хватает на две гранаты с М-кой. Ну, и, в принципе, у остальных тоже все неплохо. Единственное, что Баббл... Ага. Ага. Было... Было-не-было. Вот такое вот шоу уже. Было-не-было. У вас был мидл и... Нет, так, ну, Фамас, смотрите, новый. И все равно... Вот делает один минус с него и пытается подобрать в панике, в пылу, в поджаре просто этого выхода, но все равно пытается подобрать что-то более удобоваримое для себя. Баббл подходит спина от Хаджи, выбивается бомба. 2-2, по итогу за ней придется возвращаться. Тапстану навешали изначально прострелом по голове, а потом Хаджи завершает это все дело. Ну, и Тизиона здесь никто не ждет. Тут все, я не знаю. Это стритфайтер какой-то, а не контр-страйк у нас. Или ярмарка. Ярмарка кровавая. Просто идет деревня на деревню, двор на двор. Стенка на стенку, на миду. Ну, и по итогу, как бы, никакой тактической мысли особо и не было. Хаджи молодец в этом раунде. Три минуса, как, в принципе, на этой каточке. Он смотрится очень неплохо. Это, мягко говоря, 34 на 19. То есть спустя как бы 4 фрага у него без смертей. Это вообще показатель 2 к 1. Это жестко. У него пульки кончились. Так понятно, что у него пульки кончились. Но как бы у тебя слева смог, впереди соперник. И там же, где и соперник, у тебя его девайсы потерянные. То есть до девайса ему нужно было сделать 2 шага, его подобрать еще. Непонятно, сколько там патронов. То есть, возможно, там тоже не особо-то и много. Парочку или их вообще нет. То есть я к чему веду, что выбирая между тем, чтобы подобрать калаш или изгэшку, сделав 2 шага перед собой вперед, то есть делая ставку на удачу, или же зайти в смог и перезарядить фамос, он выбирает подобрать что-то другое. Ну, да ладно. Это такой момент, опять же. Как здесь Хаджи еще столько прожил? Вообще непонятно. Так, но раунд становится понятным для Экс Виндиго. Чем быстрее, тем лучше. Выход на точку А, но в силу тают. И по итогу... По итогу, друзья, Дракен 1 против троих. Быстро не значит Верничкова. Ну, как бы, вот знаете, сейчас с Экс Виндиго сделали раунд, который БИГ делали в кончании второй половины основного времени раза три подряд. То есть суетливо, побыстрее и вместе. Ну и попроще, естественно. Хотелось бы еще все это дело взять. Дракен. Так, справился с одним. Бомбу себе сооружает на лонг. Ну, вот уйти на этот лонг, я так понимаю, что ему уже... Да, и сам Дракен понимает, что ему дадут. Ох! Сочно, сочно, друзья. 18-16 после диффуза. Все-таки первую карту забирают. С горем пополам, откровенно, сонно. Ну, местами сумбурно, но тем не менее. БИГ, это будет счет по картам 1-0. И, ну, по крайней мере... Ой, забирают. Забирают 18-й, по крайней мере, как бы то, до чего уже БИГ доходили. Маппоинт, по крайней мере, размялись. Я к этому хотел свести все это дело. То есть, в принципе, если концовку первой половины, точнее, второй половины можно... Ну, наверное, сделать скидку на то, что хотелось завершить побыстрее, то сейчас уже с чувствованием, с толком, с расстановкой. Причем спустя сколько у нас получается? 34, да? 34 сыгранных раунда. Если там в расчетку стрелятки не брать 32, да? Чистых. То это сделать можно. Но, как бы, Виндига показывает, что просто в любом случае не будет. То есть, здесь, если бы БИГ поджимали там в конце второй половины, то есть пытались удивлять соперника, то здесь уже чисто пошла игра на счет. Есть поджим от Ксантареса. Хорошо все занято. Понятно, где основная масса. Сейчас, если проверить еще туннель, там у нас номер 5, тизя. Но к таким рискованным мувам он, ну, не готов. Команда, по идее, не готова. То есть, такой раунд мы уже видели. Единственное здесь отличие в том, что не поджимается темный. Тапсону хотя бы фраг, хотя бы фраг. Находит укромный уголочек, прячется за бочками, прилетает по голове с флеш-ассистом от СМУ и от НЕКСа. И, по идее, вон. По идее... Ну, Каликс 1 против троих. Бомба в пленте. То есть, вариации у Каликса 0. Нужно идти только туда и только на точку А. Но все было заранее. Сделано уже, друзья, товарищи. 1-0 по картам размялись. Это неплохо. Долго мы ждали старта этого Даста второго. Много раундов посмотрели. Это тоже неплохо для команд. Как и обещалось, игры здесь на квалификациях всегда бывают близкими. Поэтому ждем примерно чего-то такого же адреналинового, потного. И на второй карте это будет уже выбор коллектива X-Vindigo. Это будет карта Мираж. Но на ней мы увидимся с вами после рекламно-музыкальной паузы. Где-то минут через 10. Крутой, да? Рассказай, где взял? Ого. Ну, смотри. Заходишь на КС.Мани? Тут тебе и обменник, и торговая площадка. Выбрал, нажал, получил. Удачи, братан. Спрогнозируй результат. Выиграй игру. Получай прямую трансляцию и расписание ваших любимых турмира. Анализируй, прогнозируй и голосуй, чтобы набрать очки. Соревнуйся с другими фанатами киберспорта и поднимайся в таблицы лидеров. Трейд. Все о киберспорте. Скачай сейчас на iOS. О киберспорте.